Казахстан И вот, наконец, границы открыты. Антон, посыпайся. Орел и решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции. Чтобы показать вам новые чудеса света. И рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Все, нет, я не плачу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой Мастеркард не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Васька, все, финальный выпуск сезона. Паспорта отдадут ННН. Твою справку об условно-досрочном. Всем привет, это Орел и Решка и чудеса света. И мы в тени. И наше чудо света не водопады, не замки и не вулканы, а большая африканская пятерка. Пять крутых африканских животных. Слон, леопард, носорог, буйвол и лев. Ой, господин Лев, отдайте, пожалуйста, безлимитную карточку и бегите туда к своим. Госпожа Бабуин, а давайте по-честному. Орел? Решка. Ох, какое счастливое окончание сезона, Васечка. Кто-то будет смотреть на животных, а кто-то будет вести себя как животное. Просто будь собой. Дай. Опять. Я не животное, я женщина. Большая пятерка – это самые дикие, самые опасные животные африканского континента. Слон, буйвол, лев, леопард и носорог. В этот уикенд мы устроим настоящее состязание бедного туриста и туриста с безлимитной картой. А победит тот, кто первым увидит всех участников большой африканской пятерки. Так решила Монетка. Баба! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Кении нельзя ходить без масок. Вас могут упечь за решетку на полгода или штраф паять две тысячи баксов. Нафиг оно мне нужно. Буду ходить всегда в маске. Конечно, ни львы, ни носороги в аэропорту не водятся. Надо добираться из аэропорта в столицу Кении – город Найроби. А там уже думать, как их увидеть. Я подумала, что уже бесплатно пацаны подвезут. Вы мне предлагаете пешкодралом пендюрить? Спасибо, мужики. Супер. Чесать 16 километров до города пешком – такая себе перспектива. Нужно искать дешевый автобус. Слушайте, я знала, что буквально 300 метров от аэропорта и, пожалуйста, бусик до центра города. За копейки. За эти два дня я хочу сорвать куш и увидеть всю большую африканскую пятерку. Лучшее место для этого – заповедник Самбуру в самом центре Кении. Трястись на машине часов шесть. Но мы с моей подругой Безлюмидной за две с половиной тысячи долларов арендовали самолет и долетим в самый центр африканской саванны всего за час. Осторожно, следующее видео будет содержать сцены Василия. Люди забегают прямо на ходу. Самый дешевый способ добирания до центра города – это вот такой вот пати-бас. А людей сколько, целая вечеринка. А это по ходу дела диджей-контролер. Сейчас будет музыка. Такие веселые маршрутки – главный общественный транспорт в Кении. Они здесь называются мототу, что означает 30 центов. Именно столько стоил проезд 60 лет назад, когда в Кении появились первые автобусы. Все мототу ядовитых расцветок с яркими кричащими рисунками. Из каждого валит своя дикая африканская музыка. Таким образом водители стараются привлечь к своему бусику как можно больше внимания пассажиров. Все из-за сильной конкуренции среди владельцев мототу. Прямо сейчас мы пролетаем над удивительным чудом не только для Африки, но и для людей со всего мира – великая рифтовая долина. Колыбель человечества. Здесь нашли останки древнего человека возрастом в два с половиной миллиона лет. А вот там за облаками виднеется снежная верхушка еще одного чуда – горы Кения. Вторая по высоте гора Африки после Киливанжара. Именно в честь этой вершины была названа целая страна – Кения. А вот и место, где живут наши чудеса света – заповедник Самбуру. Прич même hombre. lifelong в досуге эфиры Как вы наматают? Может что это – н automatedaya. Ну вот и столица Кении. Город Найроги. Это деловое сердце Африки. Здесь штаб-квартиры крупнейших банков и офисы топовых международных компаний. Слушайте, ну это похоже на африканский Нью-Йорк. Небоскребы, вот центральный парк. Но погуляв еще полчаса, понимаешь, что до Нью-Йорка тут как до луны. Мать твою! А вот это уже похоже больше на Африку. Ну где вы видели в Нью-Йорке телегу с тюками, которая подпирает городской автобус? Или чтобы люди перебегали 5-ю авеню, где им вздумается? Ну, или чтобы на Тайм-сквер кто-то ждал такси с мешком на голове? Нет, ребят, это все-таки Африка. Вау, вау, вау! Вау, вау! ijk, у неё пришли кгодь! Капан! Продолжение следует... Приземлились прямо посреди саванны. Красота! Самолет на сафари бесполезен. Животинку не будет видно. Самое время пересаживаться на личную смотровую площадку. Этот сафари джип, как моя большая пятерка. Большой, как слон. А-а-а-а-а! Он быстрый, как леопард! Прет на пролом, как носорог. Выносливый, как буйвол. И просто выше всего этого, как король лев. Пока едем, давайте я вам расскажу, что вообще такое эта Большая Пятерка. Это сейчас все ярые защитники прав животных. Но раньше, когда в Африке была куча колоний, сюда повадились европейские туристы поохотиться. Это было их главным развлечением. Охотники отстреливали животных миллионами, истребляли целые виды. Но разные антилопы и газели для них считались всякой мелочью. Самыми желанными трофеями были слон, носорог, буйвол, леопард и лев, с охоты на которых можно было не вернуться живым. Охотники, собравшие все пять трофеев, получали высшую награду – большой шлем, вроде охотничьего Оскара. Чтоб вы понимали, охота на Большую Пятерку продолжается до сих пор. Охотникам предлагают своего рода меню с ценами на животных. И стоят это сумасшедшие деньги. И люди готовы платить. В Грозного буйвола нужно выложить в среднем 10 тысяч долларов. За дикого исчезающего леопарда – 15 тысяч. Забрать жизнь у царя зверей – пожалуйста, 35 тысяч долларов. Застрелить огромного слона можно и за 30 тысяч. А убийство толстокожего гиганта-носорога обойдется в 35 тысяч баксов. В Кении охота запрещена под страхом смерти. За нее это действительно смертная казнь. Поэтому наша охота на Большую Пятерку – это фотоохота. Чтобы на нее отправиться, мы с безлимитной картой взяли VIP сафари-тур от отеля Саруни. В него входят сафари-джип с гидом, проживание в люксовых апартаментах посреди саванны, сафари по заповеднику Самбуру, визит в племя Самбуру и эксклюзивный ужин в саванне. Весь этот сафари ол-инклюзив обошелся мне в две тысячи долларов. О-о-о, осторожно. Следующее видео содержит сцены Василия. Если в кармане всего 100 долларов, есть только один способ посмотреть на животных – купить самый дешевый сафари-тур в местном турагентстве. Так, интернет мне в помощь. Масаймара – 170 долларов. Так, 150 долларов. Все знают, что сафари – самое дорогое развлечение в Африке. Цены на сафари в самые популярные национальные парки и заповедники Кении стартуют от 100 долларов. Нам с рюкзаком такая роскошь не светит. Но слава Богу, в самом Найроби, прямо в мегаполисе, есть уникальный парк с дикими зверями – национальный парк Найроби. В обычное время билет туда стоил 70 долларов, но из-за пандемии цены упали в два раза. 35 долларов? Блин! Ребята, я еду на сафаре, на сафаре, я поеду, я еду на сафаре, чувак! Уаааааааа... Первое чудо, которое я увидел в саванне – это не звери из африканской пятерки, а роскошный отель Саруни Самбуру. Чтобы подъехать к нему, внедорожник должен свернуть с дороги и взобраться на крутую гранитную скалу. Чтобы не нарушать природный ландшафт саванны, отель как бы встроили в склон горы. Это для того, чтобы звери не боялись, и подходили поближе к окнам богачей. Меня уже ждут. Слушайте, как органично вот эти дорожки встроены в экосистему и ландшафт отеля. Они не кажутся чем-то инородным и достроенным, а виллы специально стоят далеко друг от друга, чтобы богачи не терли глаза богачам и не мешали им быть в единении с природой. Итак, приглашаю вас к себе на виллу в скале. Мать моя, Акуна Матата, вот это эксклюзив. Смотри, вот я на вилле, вот я на террасе, вот я на природе. Кажется, будто я стою на ладони у великана. Где еще такое найдешь в мире? Отдыхаешь в гостиной и смотришь на саванну. Просыпаешься, смотришь на саванну. И даже когда моешься, поглядываешь на саванну. Чума. Вы видели когда-нибудь ванну со скалой внутри? Ее хочется просто обнять и плакать. Всё. Это финиш. Дош открытого типа, ни тебе ни дверей. Ни окон, ни занавесок, ни шторок. Просто выходишь посреди природы. Открываешь воду и моешься. Моешься и краснеешь перед травоядными. До парка Найроби добраться проще, чем сказать «акуна матата» – полдоллара за проезд в автобусе, полчаса езды и ты на месте. В общем, плохие новости для бедного туриста. Смотреть животинок пешком нельзя – только на машине. Можно на своей, и тогда надо платить только за входной билет. А если своей тачки нет – нужно арендовать ее в парке и доплачивать еще 70 баксов. Что мне делать, я не понимаю. У меня даже не хватает на входной билет. Может кому-нибудь прыгнуть на хвост в другую тачку. Я же хвостова как-никак. Пожалуйста, возьмите меня земляки. Я вас умоляю, господи. Нет, я только одна. Да нет, нет, он не делает. Земляки, а бросили в беде. Вот эх ты. Да что ж ты будешь делать-то, а? О, у меня созрел план. Я решила вызвать через приложение такси. А вдруг прокатит? О, кажется, мой. Неожиданная удача! Для кенийца входной билет в парк дешевле. Вместо 35 – 14 долларов. Если вы запутались в моей схеме, объясняю. Мне придется заплатить за входной билет для себя и для водителя. Услуги такси обойдутся мне долларов 10, плюс мойка машины. Так я сэкономлю 46 долларов и попаду в национальный парк. Ура! Все, наконец-то! Сейчас будем смотреть наших диких животных! Итак, начинаем VIP-фотоохоту на большую пятерку в заповеднике Самбуру. Слушайте, такое, конечно, возбуждение приятное. Потому что это будет мой первый раз, первое моё сафари в жизни. Я надеюсь, что я увижу знаменитую африканскую пятерку. И сделаю это намного дешевле, чем Антон. Хотя, если честно, не знаю, какое может быть сафари в центре города. И кого-то можно увидеть, кроме пары африканских куриц. Мы буквально только-только въехали в парк и уже сразу же на горизонте дикие животные. Вот они, антилопки! Прыгают, прыгают, резвется. Зебра посреди дороги! Просто обалдеть! Вот самая большая антилопа в мире! Антилопа Канна! А вот антилопа Кангони! А это же антилопы Гну! Первый раз вижу антилопы Гну! Они не такие, как я их представляла. Какие-то они такие опасные! Чёрные, рогатые! Прям рядом со страусами! Вон они соседи, а! Знаете, что поразительно? Что вся эта программа дискавери происходит на фоне современного мегаполиса! Вот там вот я вижу на горизонте какие-то офисные здания, панельные дома. Где еще на земле есть такое место? Васечка! В моем парке животных в 100 раз больше! Птицы-носороки! Зеленые мартышки! Бабуины! У нас в Самбуру есть своя пятерка животных. Это сомалийский страус, антилопа Орикс, зебра Греви, сетчатый жираф и антилопа Гиринук. Эти животные находятся на грани исчезновения. И всех вместе их можно увидеть только у нас. А вот и антилопа Гиринук! Можете остановить на секунду? Маленькая антилопка Гиринук сосет молоко у мамы. Антилопа и пробничек антилопы. Такая антилопа с башкой мухи. Ну серьезно, она какая-то обаятельно нелепая. У нее мощный круп и при этом тоненькая шея и маленькая голова. Это уникальное животное еще и потому, что она вообще не пьет воду. Она получает влагу из листьев деревьев. Для этого постоянно встает на задние лапы. Опа! А тут рядом с ней еще и жираф. Еще одна находка, местный эндемик – жираф сетчатый. Он отличается от других вот как раз таким своим окрасом, как будто бы потрескавшийся фарфор. Это такой обаятельный башенный кран Африки. Опа, пошел, 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 пошел. Кстати, сетчатых жирафов осталось всего восемь с половиной тысяч особей. А вот местная знаменитость – антилопа Орикс с рогами длинными, как сабля. А рядом с ней чешут голову еще одно чудо парка Самбуру – зебра Греви. Кажется, что эту зебру разукрасили лучше обычных, как-то элегантно. Полоски зебры Греви тоньше, чем у обычной. А еще у них не полосатая, а белая пузико. Дизайнерская зебра. Из-за такого необычного окраса шкура зебры Греви считается дорогим эксклюзивным украшением интерьера. Так почти все Греви были истреблены. На земле их осталось всего две тысячи. И только в Кении. Полчаса в парке – десятки диких животных. И вот в паре метров от меня появился он. Вот он, первый мой трофей – черный носорог! Аааааааааааааааааааааааааааааааааааа! Вкусно, это страшненько! Потому что он таких размеров, знаете, даже наша машинка кажется какой-то просто мизерной по сравнению с его масштабами. Еще и лех! Увидеть льва, гулящего по саванне в самый солнцепёк – это всё равно, что выиграть миллион. Чаще всего львы охотятся ночью, поэтому туристы на сафари обычно видят львов спящими в тени. Б**ть, е**ть. Извините, я просто не могу сдержать своих эмоций. Вы понимаете, что буквально в пяти метрах от меня дети, животные, лев и носорог на фоне города. Я не могу, у меня сейчас сердце просто выпрыгнет из… Я самый счастливый человек на этой планете. Я клянусь. Главные жители нашего парка – это носороги. Здесь можно встретить белого и черного. Я вот увидела черного. Между ними есть пару различий. Во-первых, белый не белого цвета и черный не черного цвета. И дело тут не в цвете. Просто изначально белого называли вайт рино, то есть широкий. Но люди всё исковеркали и стали называть его вайт, то есть белый. И противовес второй вид носорога стали называть блэк. Белый носорог, как правило, больше, чем черный. Он весит около трех тонн, а черный – две тонны. Но самый агрессивный вид – это, конечно же, черный. Потому что белый – он такой буддист. Но, если честно, я не хочу этого проверять на себе. А вот и третий трофей в моей коллекции – африканский буйвол. Невероятная махина. На первый взгляд кажется, что вот да, этот буйвол похож на какую-то корову, которая просто жует травку. Но на самом деле это опаснейший зверюга, он даже опасней, чем лев. По статистике в год он убивает около двухсот человек. Удивительно, но с виду неповоротливый буйвол может разогнаться до 60 километров в час. Это невероятное целое стадо буйволов. Вот он прям на меня смотрит, чувак, я ничего не хочу на твоей местности. Ничего, все нормально. Слушай, даже буйвола испугала, а? Убежала. Спустя пару часов в саванне, и я наконец-то встретил свой первый трофей. По-моему, так близко в дикой природе слонов я еще не видел. Африканский слон – главная гордость заповедника Самбуру. Здесь живет около тысячи толстокожих великанов. Кажется, будто попал в настоящее царство слонов. Они жуют траву, трясут деревья в поисках плодов. И ощущение, что вообще не видят тебя на твоей тарахтящей машине. У слонов каждый новый день похож на предыдущий. Большую часть времени они едят. Чтобы наесться, нужно умять 300 килограммов листьев и травы в день. Еще одна забота слонов – паразиты. В свободное от еды время они находят пальму покрепче и шумно трутся об нее всеми частями тела. Ну, а третья проблема – как не сгореть на солнце? Чтобы охладиться, слоны идут на реку. Такой стройный границей до цветопоя. Парад мокрых слонов. Там слонихи купают своих детей. А слоники-подростки выясняют, кто из них главнее. Бивнями, они прям бивнями, это же другое. Больших самцов здесь не увидишь. Они уходят из стада в 12 лет и с тех пор живут отдельно. Так мне и не удалось увидеть леопарда. Ну ничего удивительного – жарко, они прячутся. Если леопарда здесь еще можно встретить, то слонов здесь просто нет. Все потому, что местные браконьеры их всех истребили. Гигантские размеры слона не помогли ему уберечься от человека. Какие-то люди в мире решили, что слоновьи бивни – это драгоценность. И ради них за последние 50 лет истребили половину всех африканских слонов. До сих пор каждый год браконьеры убивают по 30 тысяч слонов. Убийц ловят, а бивни изымают и сжигают. Ученые Национальной академии наук США предупреждают, что если не остановить убийство слонов, то уже через 100 лет они исчезнут как вид. Поразительно, что внутри города Миллионника есть такой сафари-парк, в котором я увидела целых три животных из большой африканской пятерки. Несмотря на то, что за тур я заплатил две тысячи долларов, из африканской пятерки моим трофеем стал только слон. Сафари – это своего рода лотерея. Здесь в саванне животные не сидят в клетках, они гуляют, где им вздумается. Конечно, можно было бы все два дня выслеживать остальных зверей из большой пятерки, но я тратить время больше не буду. В Африке есть еще много чего интересного. Но это того стоило! Увидеть большую пятерку – большая удача, но и большие расходы. Хотя мне-то что, у меня премиальная карта Мастеркард с большими возможностями и привилегиями. Пользоваться ею – большое удовольствие. На аэроби вечером – это угрожающий для туристов город. Особенно, если ты девушка. Я уже на себе начинаю ощущать вот это вот чувство небезопасности. Женщин в Кении постоянно насилуют. Насилуют даже вот таких маленьких школьников. На прошлой неделе изнасиловали девочку четырех лет. О господи! Мужчины делают свое дело и убегают от полиции. Их не находят. Но их никто и не ищет. Поэтому с безопасностью у нас не очень. Как женщины себя защищают? Да никак. Потому что их подходит четверо, а ты одна. И как я могу себя защитить? Если верить статистике, каждая шестая генийская женщина – девушка. Девочка была изнасилована. И это только официальные цифры. Даже ночевать в хостеле, где живут мужчины, вот вообще не хочется. Слава богу, здесь есть хостелы only for girls. Хостелы исключительно для девочек. Так, судя по фотке, это вот это здание. А чего там столько мужчин? Холлоу холлоу. Супер. Сорри. О, супер. Цена идеальная – 8 долларов. Ну конечно, все тут не первой свежести, так скажем. Но из плюсов. Судя по количеству матрасов, я буду жить одна. Есть водичка. Отлично, вода в Африке, чтобы он был лучше. Была, точнее половинка, которая видала все руки всех здешних посетителей. А сейчас главный тест. Я не прошу кровати, чтобы я себе не вымела. Ну понятно, в чем тут был подвох. Я же там буду спать на гвоздях. Очень было больно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это утро. Просыпаешься и видишь слона. А у вас в квартирах такое бывает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На второй день я отправился знакомиться с настоящими хозяевами этих мест. Оказалось, это не звери из большой африканской пятерки, а местные племена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать в племя Самбуру. Привет! Как? Кто не убежал? Того усыновлю. Первый раз в жизни от меня убегают африканские дети, они сбегаются. Старею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жители племени Самбуру очень колоритные. С одеждой всех цветов радуги. Я теперь понимаю, почему самбуру с языка соседних африканских племен переводится как бабочка. Смотрите, они прям яркие, разноцветные, загорелые. Обратили внимание, что у девчонок куча-куча буст? Первое ожерелье красного цвета девочки получают в 10-15 лет от отца. Это означает, что она в поиске мужа. Самые большие ожерелья у девочек-подростков. Они получают их от своих ухажеров. Чем больше бус, тем завиднее считается невеста. Кстати, девчатам на заметочку. Самая красивая часть тела у женщин из племени Самбуру – это форма черепа. Поэтому они практически бреют себя на голову. Красотки! Но ярче всех в племени выглядят юноши Самбуру. Они окрашивают волосы охрой и украшают голову перьями и пластиковыми цветами. Самбуру – племя кочевников, которое выживает в заслушливой саванне, разводя коз и коров. Когда стада съедает всю траву в округе, племя переходит на другое место. Поэтому дома у Самбуру такие, чтобы их можно было легко перевести. Примитивные шалаши маньятос – из палок, тряпок и глины. Это дом Самбуру. Ой, как тут темно. Так, ну даже для меня тут очень низко. Приходится идти сгорбившись. Здесь комната для малышей, а там спальня мамы. У племени Самбуру разрешено многоженство, но позволить себе такую роскошь может не каждый. Чтобы жениться, недостаточно подарить кольцо и сходить в ЗАГС. Для начала юноша должен уйти на целых 20 лет из племени в саванну и охранять там деревню от хищников. Если выжил, приходишь обратно в деревню и платишь за каждую невесту несколько коров. Они у Самбуру на вес золота. А здесь люди готовят? Я вижу костер. Да, здесь готовят женщины. А чем еще занимаются девушки? Да всем. Они строят вот такие дома. Женщины строят, не мужчины? Нет, мужчины защищают деревню, защищают коз, но по большей части просто сидят. Отличная работа. А вы знаете, что в Кении кроме большой пятерки есть еще животные, с которыми можно пообщаться? Прямо фейс ту фейс. В Кении есть нашумевший на весь мир отель – усадьба жирафов. Там жирафы заглядывают прямо в окна номеров и даже завтракают вместе с посетителями. В таком отеле номера стартуют от 1000 долларов. Но если у вас нет денег – не спешите расстраиваться. Для бедного туриста есть вариант куда круче. Надо просто обойти парк. Смотрите, с этой стороны парка – отель-усадьба жирафов за 1000 долларов в сутки. А если обойти парк – можно попасть к тем же жирафам за 14 долларов. Посчитали? Я сэкономила 986 долларов. Какой ты красивый! Я никогда не видела жирафа! Боже мой, можно тебя потрогать! Привет! А какие у него реснички! Прямо длиннюси! Вот мне такие! Я прям его кладу, как домашнее животное, только шестиметрового роста. Так бежала к жирафам, что не заметила – на входе тут раздают бесплатные угощения. Кормят жирафов гранулами кормовой патоки и прессованной сушеной травой. Побежала, побежала, побежала к жирафикам! Наверное, жираф – самое странное животное Африки. В нем странно все. Во-первых, он высотой с двухэтажный дом, где верхний этаж – это шея, которая позволяет ему объедать верхушки деревьев. Во-вторых, он странно ходит. Сначала делает шаг правыми ногами, потом левыми. А когда бегает, ему приходится раскачивать головой, чтобы не потерять равновесие. Из-за этого кажется, что он бежит в замедленной съемке. А посмотрите на этот язык! Да у него длина почти полметра! Он нужен ему, чтобы срывать листья с самых верхушек деревьев. А фиолетовый он, чтобы не сгорал под палящим африканским солнцем. Вблизи у него такие гигантские уши. Он, наверное, слышит все. Привет! Папу металл! Прости, братан. Я не хотела так громко тебе орать в ухо. Я знаю, у меня проблемы с этими децибелами вечно, мне все говорят. Ооо, слюнями, да что ж ты такое! Оказывается, такие густые, вязкие слюни тоже не просто так. Они служат жирафу защитным слоем от колючек акации. Еще и за грудь трогает. Прекращайте дела. Здесь самый главный самец, так что я не могу не попробовать с ним, но не поцеловаться. Иди сюда. Малочка, да, Малочка. Он практически сажал половину моего лица. Прям нот, рот. Но мне понравился. Слюнявый, теплый, влажный. Это было прям как в воротических снах. Пока наши отношения не перешли на следующий уровень, я думаю, можно уже умывать руки или ноги, как там говорят. Племя Самбуру показывают туристу не только жиё и быт, но и то, как они выживают в саванне. Учат чистить зубы без щетки и пасты. Так, разжевывают до кисточки, до волокон и между зубов. Мы тратим кучу денег на стоматолога, они просто используют палочки. А результат, я не знаю, мне кажется, у них зубы даже белее, чем у меня. Еще Самбуру угощают туриста своим любимым лакомством, которое спасает их от голода в саванне. Кровью козы. Кровью козы. Кровью козы. Кровью козы. Поэтому ей вот здесь в жилу стреляли стрелой, отсюда текла кровь, пили кровь и залепляли ее навозом. И спокойно коза шла себе дальше. Знаете, когда пьешь из козы не сразу распробуешь, а когда уже потом второй-третий глоток у меня три вкуса жереза становится все больше и больше, она еще тепленькая такая. Орел и решка. Чудеса света. Начинается! В основном в Кению приезжают, чтобы посмотреть на большую африканскую пятерку, но тут можно устроить себе и шок-туризм. Блин. Я пришла в место, увидеть которое решится не каждой. Самую большую городскую трущобу во всей Африке – Кибера. Поэтому слабонервные, сделайте себе успокоительный чай. Это напоминает какой-то апокалипсис. Здесь живут люди, здесь живут дети. И вот это, видите? Трущоба Кибера похожа на огромный ржавый нарост, нателенный этим. Здесь не живет, а существует миллион человек. И все это в пяти минутах ходьбы от гольф-полей, парков, банков и небоскребов. Жизнь в Кибере непростая. Мы постоянно с ней боремся. Нам не хватает еды, а еще это корона, работы нет. Люди поддевали маски – корона, корона, корона. Из-за этой короны каждый день грабежи, убийства, изнасилования. Вот это кровь. Да и, о господи, и правда кровь. Везде кровь, кровь, кровь. Кого-то подрезали вчера. Люди здесь живут фактически на свалке. Вот, пожалуйста. Рядом магазины, белье сушится. Это для них норма. А вот что в Кибере едят – это не отходы для собак, это мясная лавка для людей. Чтоб вы понимали, все это считается дорогой едой. Кишки, требуха, непонятные внутренности, печень. И это все хранится вот так, без холодильника, в буквальном смысле с мухами. Безды кейк. Стоят, квасятся на солнце эти праздничные торты. А вот это местный аптечный киоск. У местных здесь нет нормальных лекарств. Посмотрите, чем они лечат. Повышенное давление, язва желудка, проблемы с потенцией, сифилис и гонорея – все это здесь лечится ветками и корешками. Это же просто кусок дерева. И они в это верят. В трущобе всего пара бесплатных больниц. А в частных тебе за полтора доллара сделают анализ крови или еще за доллар – тест на беременность. Частная больница доступна только самым богатым жителям трущобы. И выглядит она вот так. В Кибере люди живут не в нормальных домах, а в хибарах из глины и палок. Или просто в халабудах из жестяных листов. Это выглядит как собор сорокалетней давности. Но на самом деле это стена дома, за которой живут люди. Это мой дом, заходи. А где остальные комнаты? Только эта. Так, ребят, я стараюсь сделать нормальное лицо, не шокирующее, потому что не хочу обидеть свою новую подругу. Но вообще это выглядит просто кошмар. Вы понимаете, что так и живут люди здесь, да? То есть это маленькая комната, я не знаю сколько тут метраж, это два метра на два метра. Здесь они и готовят, здесь они и спят. Это даже хуже, чем гараж моего батька на даче. Сколько людей здесь живут? Я и четыре моих ребенка. А где они спят? Они спят здесь. Я раскладываю им на полу подушки, даю покрывало. Реджина рассказала, что эта хибара стоит 230 долларов. Но у нее таких денег нет. Поэтому она арендует ее за 40 долларов в месяц. 40 долларов, а в это включен свет, газ. 40 долларов – это только за стены. А вместо света у нас фонарик. Я его купила и включаю. А куда вы ходите в туалет? Еще пару лет назад у нас не было туалетов. По-большому мы ходили в пакеты. Сделал дело и бросаешь на улицу. Могло прилететь в лоб. Такой летающий туалет. Господи, какой кошмар. Идешь по улице и тебе просто пакет с чьими-то экскрементами прилетает. А что сейчас? Сейчас поставили туалеты с той стороны улицы и с той. Но как бы страшно все вокруг не выглядело, что-то в трущобах меняется к лучшему. Киберии помогают всем миром. Здесь ставят общественные туалеты и душевые. Организовывают пункты с бесплатной водой. Передают гуманитарную помощь, одежду. Открывают школы, детские дома и даже кружки искусств. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не верится глазам, что среди трущоб здесь есть балетный класс. Это реально как мираж какой-то. Если немного похватиться, то в районе заповедника Рететти можно найти наш клад. Ищите бутылку со ста долларами под скалой с изображением слона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удачи! Большое везение, что всего за два дня нам удалось собрать целых 4 трофея из большой африканской пятерки. Мы не увидели только леопарда. Неудивительно, его люди выслеживают неделями, а то и месяцами. Но хоть всю большую пятерку мы так и не собрали, уикенд точно провели на пятерочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто не убежал, того усыновлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А у вас в квартирах такое было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Орел и решка – чудеса света. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я самый счастливый человек на этой планете, я клянусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Василизова! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну рассказывай, как много животных из большой пятерки ты видела? Антон, я видела целых три животных из большой пятерки. А ты? А Кения тебе как? Слушай, я на самом деле не знаю, что меня больше поразило. То ли дикие животные, то ли дикие условия, в которых живут люди. Так а ты сколько видел животных? Я видел самое большое из большой пятерки – слона. И далеко не одного. Они были и большие, и маленькие, и обоятся. Стоп, подожди. Так получается, это же я победила. У меня было трио. В чем ты победила? Мы с тобой оба победителя. Мы исполнили мечту детства миллионов. Побывали на настоящем сафари. А впереди еще куча приключений. Впереди целых два чуда неизданных. А что такое неизданное? Неизданное? Но это подборка твоего отборного тупежа. То есть с тобой это часов восемь выйдет выпуск. Мама будет довольна. Мама будет довольна. Как ты думаешь, пошли уже финальные титры, которые никто никогда не читает? Ну, наверное, да.